Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о тайм-менеджменте, даже уже, о тайм-трекинге. По-английски это звучит модно и не для всех понятно, по-русски же все понятно. Непонятно, только может ли русский человек этим заниматься. Вы пока посмотрите забавные видео зарисовки сайта Toggle.com, а я продолжу. Тайм-менеджмент — это управление временем, а для управления чем-то нужно это что-то иметь в понятных величинах. Тайм-трекинг — это отслеживание времени, а тайм-трекер — это, соответственно, такой прибор, который помогает его отслеживать и переводить в понятные величины для последующего управления, то есть тайм-менеджмента. Вот о таком приборе мы сейчас и поговорим. Собственно, он уже перед нами. Более того, наш тайм-трекинг уже идет, и эти забавные картинки мы рассматриваем уже 22 секунды. Toggle помогает следить за временем. Сейчас посмотрим как. Let's start. Регистрация прострая. Заходим на сайт. Как всегда, Люба дорого посмотреть. Вот умеют они все делать как-то миленько, по-детски, но функционально. Итак, тут много всего, но на самом деле все, что нам нужно — вот здесь. Опишите, чем именно вы занимаетесь, и нажмите следить. Еще нужно указать название проекта, над которым вы работаете. Ну, то есть что-то глобальное. Тут можно выбрать цвет, зеленый подходит, и я делаю для теплицы скринкаст. Причем делаю его в данный момент. То есть нажимаю трекинг. Время пошло. Я занимаюсь делом, и тут решил прерваться. Нажимаю, соответственно, стоп. Результат зафиксирован. 9 секунд в 8 утра я работал на теплицу. Перерыв закончился, и я продолжаю делать скринкаст. И опять отвлекаюсь на что-нибудь и останавливаю трекинг. Вот уже два подхода к скринкасту фиксирует Toggle. Все ходы записаны, когда и сколько. Это все развлечение. Но если серьезно, мне, например, действительно хочется выяснить, сколько времени я трачу в теплице на скринкасты и сколько на видеокарточке. Мне это поможет в дальнейшем. И вот я завожу видеокарточки и начинаю отслеживать еще и их. А, забыл указать проект. Если вы работаете на нескольких проектах, здесь наглядно в диаграммах показывается, на что вы больше тратите времени. Но карточки это в теплице. Ну и, например, еще я хочу отследить, сколько времени в процессе работы я трачу на социальные сети. Тоже завожу и, как только отвлекаюсь от работы, на Facebook включаю этот трек. Закончился Facebook, пошел опять скринкаст. Еще, кроме живого трекинга, здесь можно выставлять время вручную. Ну, если вы уверены, что ближайший час проведете в работе над скринкастом, можно это выставить заранее. Ну, а тут вы можете посмотреть, когда и сколько вы работали над каким проектом. Идеально. Самая большая проблема здесь не забывать включать и выключать таймер, когда вы начинаете какой-то новый процесс. И действовать максимально честно. Тогда вы будете иметь достаточно точную и полезную статистику расходования времени. Еще нужно сказать, что здесь есть понятие командной работы, но на бесплатном тарифе она не совсем полноценна. На самом деле я сейчас являюсь не самостоятельной единицей, а сотрудником Вовы Ломова. Он меня пригласил в свое рабочее пространство, и он может просматривать, что делает его команда. То есть вот тут есть его приватные проекты, а есть общие командные. Видите, тут теплица. И он может приглашать еще сотрудников по адресу e-mail, и после того, как сотрудники примут приглашение, они уже не смогут ввести собственные независимые проекты. Так что будьте осторожны, когда принимаете приглашение в Toggle. Владелец команды может, например, добавлять клиентов. Это для удобства. Потом можно отслеживать проекты по клиентам. При создании проекта владелец может добавить клиента к проекту и выбрать, приватным будет проект или он будет виден всем участникам. А если вы являетесь участником чьей-то команды, вы не можете ни добавить клиентов, ни создать приватный проект. Тут просто нет такой функции. Теоретически можно было бы создать параллельно с командными проектами свое собственное рабочее пространство, где вы бы были хозяином, но это возможно только на платном тарифе. Минимум 9 долларов в месяц. Это минус. А из плюсов еще то, что сервис имеет версию для ПК и мобильные приложения. Итак, ужасно забавная вещь и даже действительно очень полезная, но требующая дополнительной концентрации. Даже если вы не имеете злого умысла обмануть коллег или еще страшнее начальника, забыть выключить или включить таймер проще, чем забыть забрать ребенка из детского сада. Все, любите друг друга, следите за собой. Убивать время самое неблагодарное занятие. Но им занимается 95% населения земного шара. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.